МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Немецкий физик-теоретик Макс Планк любил говорить. Каждый выдающийся исследователь вносит свое имя в историю науки не только собственными открытиями, но и теми, которым он побуждает других. Давайте делать открытия вместе. Меня зовут Олег Шишкин. В эфире программа «Загадки человечества». Сегодня в программе. Российский «Прометей». Эксперты назвали российскую систему противоракетной обороны непобедимой. Как наши ПВО могут обезоружить Североатлантический альянс? США в свое время отказались от противоракетной системы и фактически перевели ее в режим консервации. В России же она существует и функционирует до сих пор. Сердце дьявола. Конспирологи назвали Ватикан обителью зла. Какие символы Люцифера сокрыты в одеждах и убранстве католических церквей? И какие интересы есть у понтифика в Корее? И в политике, и в экономике католическая церковь задействована именно как государство. Проклятие богов. Все суперлайнеры компании «Уайт Стар Лайн» пошли ко дну. Кому удалось пережить крушение Олимпика, Титаника и Британика? И что потопило самое большое судно в Великобритании? На самом деле, потопив Олимпик, вместо Титаника руководство компании просто решило сохранить сверхдорогой лайнер. Рассекреченный архив Кеннеди. Как умер Адольф Гитлер? И кто сумел повстречаться с ним после его официальной смерти? Возможно, тело, которое нашли, было телом его двойника. У Гитлера было несколько двойников. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Военные аналитики считают, что Турция хочет получить доступ к нашим разработкам. В частности, президент Реджеп Эрдоган предложил Москве организовать совместное производство нового зенитно-ракетного комплекса С-500. Второе имя ЗРК – Прометей, в честь греческого бога Титана. Это принципиально новая модель наших ученых. По словам экспертов, у нее нет ни аналогов, ни прототипов. Специально для этой системы конструкторы создадут новый тип ракет, который смогут уничтожать даже космические спутники, находящиеся на низких орбитах. Но зачем Анкаре понадобились наши разработки? Какие цели преследуют турецкие власти? И почему западные аналитики назвали С-500 крахом Североатлантического альянса? Москва так и не дала Анкаре никаких гарантий на поставку С-500. По мнению аналитиков, вооружение которого еще нет на службе у самой страны-производителя, просто не может быть выставлено на продажу. Но почему Турция так жаждет заполучить Прометея? Прометей состоит из двух комплексов. Каждый из них решает свои задачи. У каждого свое ракетное вооружение и своя аппаратная часть. Одна система занята противоракетной обороной, другая – противовоздушной. По сравнению с американской ПРО-ХАА, С-500 – это верх совершенства. США в свое время отказались от противоракетной системы и фактически перевели ее в режим консервации. Было это еще давно, где-то примерно в годах 80-х. И с тех пор, как ни странно, но как таковой противоракетной обороны у нас нет. В России же она существует и функционирует до сих пор. Покрывает Москву и близлежащие крупнейшие промышленные и интеллектуальные центры. Для противоракетной и противовоздушной обороны «Прометей» использует не только две разных радиолокационных станции с активной фазированной решеткой, но и разные боеголовки, часть из которых позаимствована у предшественника – ЗРК-400. Три ракеты разработаны специально для «Прометея». Они поражают не только вражеские баллистические цели, но и отделившиеся боевые блоки малой заметности, которые несутся к земле на скорости 7 км в секунду. Это является в большей степени системой противоракетной обороны, нежели противовоздушной обороны. Она позволяет перехватывать также тактические баллистические ракеты и баллистические ракеты средней дальности. Ну, некоторые эксперты полагают, что и межконтинентальные баллистические ракеты. Как говорят эксперты, ракеты С-500 запросто могут сбивать даже низкоорбитальные спутники. Комплекс видит баллистическую ракету противника за 2000 км. Угрозы размером поменьше – за 1300. Аэродинамические низколетящие цели «Прометей» засекает за 800 км. Основной задачей борьбы системы С-400, С-350 и С-500 станет перехват массированного удара крылатыми ракетами «Тамагавк» с морских носителей американских. Страна может выставить более тысячи ракет за раз такого класса. Конечно, задача очень непростая, потому что эти ракеты летят на низкой высоте. Их заранее очень сложно обнаружить. Тем не менее, при обнаружении сбить их вполне реально. Американская система ПРО по сравнению с «Прометеем» выглядит неубедительно. Знаменитому ЗРК «Патриот» уже 30 лет. ПЗРК «Стингер» родом из далеких 80-х прошлого века. В пику американцам у российских оружейников любое новое оружие – это прежде всего новые технологии. По данным специалистов, до 2020 года оборонка обещала поставить армии свыше 10 дивизионов «Прометей». Хакеры и СКНДР украли у Южной Кореи планы убийства Ким Чен Ина. По сообщению Financial Times, киберпреступники похитили 235 гигабайт секретных данных. Конспирологи утверждают, что якобы среди украденных документов обнаружился файл под названием «Оперативный план 5015». Предположительно, он был разработан Южной Кореей вместе с США. И в нем идет речь о действиях по устранению северокорейского лидера, а также рассматривается возможность бомбардировки его ракетных и ядерных баз. В Канаде порывами ветра два поезда сдуло с рельсов. Оба инцидента произошли в западной провинции Альберта. Видеолюбители сняли на камеру квадрокоптера последствия ЧП. Пять вагонов упали с обрыва высотой более 20 метров. К счастью, никто не пострадал. В Китае испытали первый в мире безрельсовый электропоезд. Он оснащен виртуальными рельсами и может ездить по обычным дорогам, как автобус. По словам инженеров, поезд вмещает от 300 до 500 пассажиров и может развивать скорость до 70 километров в час. При стопроцентной зарядке батареи и полной загрузке состав может проехать 40 километров. Его строительство обошлось в 2 миллиона 200 тысяч долларов. Первую линию с чудо-составом запустят уже в начале следующего года. В рассекреченных архивах ЦРУ исследователи обнаружили донесения о побеге Адольфа Гитлера в Южную Америку. Они утверждают, в документе от 1955 года информатор сообщает, что после войны фюрер осел в Колумбии, где неоднократно встречался с бывшим эсэсовцем Филиппом Ситроеном. Якобы у того даже сохранилась фотокарточка, где он запечатлен с лидером нацистов после официального объявления о его смерти. Конспирологи утверждают, со временем рейхсканцлер перебрался в Аргентину, где и прожил до конца своих дней. Но как ему удалось совершить побег? И какие есть доказательства у этой сенсации? В архивах ЦРУ найдено подтверждение. Гитлер не совершал суицида. Он сбежал в Южную Америку и обосновался в Аргентине вместе со своей женой. Так называемое «досье Кеннеди» рассекретили по решению президента Трампа. Среди тысяч документов исследователи нашли донесение агента под псевдонимом Симмелоди-3. Он сообщает, его подчиненный общался с бывшим эсэсовцем Филиппом Ситроеном, который якобы встречался с Гитлером после войны. В подтверждение своих слов Ситроен показал информатору фотографию, на которой якобы запечатлены он и Гитлер в 1954 году в колумбийском городе Тунха. К донесению прилагалась копия снимка. Но неужели подобное возможно? Он сбежать никуда в другое место, если сбежать, не мог, кроме Южной Америки. Это точно. Я не могу сказать, это Аргентина, Уругвай или Парагвай, или еще что-то такое, потому что там везде были мощные немецкие колонии. Если верить документу, первый год после побега фюрер провел в Колумбии, затем перебрался в Аргентину. Исследователь Абель Басти всю свою жизнь посвятил сбору доказательств этой гипотезы. Он уверен, из Берлина Гитлера и его соратников эвакуировали в конце апреля 1945-го. Невероятно, но несколько лет назад в бухте Калета де Лос-Лорес на глубине 30 метров дайверы обнаружили три неизвестных подлодки. Вот этот самый Абель Басти, автор книги «Гитлер в Аргентине», он утверждал, что в 64-м году Гитлер умер. Но он утверждал, что у него остались дети. И он там приводит и фотографии, и паспорта вот этого, по которому жил, изготовленного, так сказать, сперва в Испании. Он получил испанский паспорт, а потом, значит, когда первым дал ему аргентинское гражданство, то он, соответственно, получил и паспорт. Паспорт. В качестве доказательства исследователи приводят фотографии главного злодея 20-го века. Вот стоп-кадр кинохроники. Гитлер без усов на подводной лодке, которая идет в Аргентину. Вот фюрер несколько лет спустя после бегства, под руку с чернокожей женщиной. Лица не видно, но похожие телосложения и прическа. Здесь лидер фашистов на смертном одре в 1964 году. А вот так, по мнению ЦРУ, Гитлер мог поменять внешность для свободного передвижения по миру. Но если снимки подлинные, и Адольф Гитлер с Евой Браун действительно сбежали в Аргентину, то чьи останки нашли сотрудники СМЕРШа? Возможно, тело, которое нашли, было телом его двойника. У Гитлера было несколько двойников. Говорят, что он, как и многие нацистские офицеры высшего звена, сбежали в Южную Америку, в основном в Аргентину. Менгеле, например. Менгеле даже умер в Бразилии, в Сан-Паулу. Там эксгумировали его скелет, сделали генетические пробы, которые подтвердили, что речь на самом деле идет об останках Джозефа Менгеле. По мнению историков, в 1950-м в аргентинскую резиденцию Гитлера приехали Борман и Мюллер. Вместе они создали подпольную нацистскую организацию с целью построить Четвертый Рейх. Но план не сработал. Гитлер уже плохо себя чувствовал, а большинство его сподвижников игнорировали бывшего вождя. Сторонники аргентинской версии считают, последние дни диктатор доживал в Парагвайе, глава которого не скрывал своих симпатий к лидеру Третьего Рейха. Некоторые исследователи утверждают, Гитлер умер на руках у своей жены в окружении детей. Однако историки с мировым именем опровергают эту гипотезу. Неужели он был трусом до такой степени? В Первую мировую войну Гитлер был награжден железным крестом за свою смелость в бою. И я искренне не верю, что он сбежал бы. Это мнение официальной науки. К тому же, я думаю, что из-за своей личной характеристики, из-за своего упрямства и как главнокомандующий немецких войск, Гитлер все же лишил себя жизни. Или попросил кого-либо из своих приближенных солдат сделать это. В 1945 году Гитлера опознала ассистентка его зубного врача. Но позже от своих слов она отказалась. В сентябре 2009 исследователи из университета Коннектикута провели ДНК-анализ останков из бункера фюрера. И заявили, один из черепов принадлежал женщине, но никак не Еве Браун. Вопросы вызывали и мужские кости. И вот официальную версию смерти Гитлера в очередной раз поставили под сомнение рассекреченные документы из архива ЦРУ. Далее в программе. Сердце дьявола. Конспирологи назвали Ватикан обителью зла. Какие символы Люцифера сокрыты в одеждах и убранстве католических церквей? И какие интересы есть у понтифика в Корее? И в политике, и в экономике католическая церковь задействована именно как государство? Матерхорн. Гора убийца. Кого погубил альпийский ледник? И почему исчезновение ее первых покорителей до сих пор остается загадкой? Древние легенды действительно говорили о том, что якобы в ущелье живут духи смерти, которые забирают к себе людей. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Папа Римский Франциск публично заявил, что готов выступить миротворцем в отношениях между Южной и Северной Кореей. Он даже записал специальное видеообращение к лидерам стран. Но, по мнению экспертов, пламенная речь понтифика была обращена вовсе не к корейским правителям. Специалисты предполагают, что на самом деле глава католической церкви опубликовал предупреждение, адресованное лидером тайного мирового правительства. Но кто эти люди? Конспирологи считают, что на самом деле римской католической церквью управляют последователи дьявола. Они утверждают, что символы церкви сатаны зашифрованы в одежде католических священников и на стенах римских храмов. Но возможно ли это? Какие доказательства есть у исследователей? И почему католический лидер пытается влиять на международную политику? Площадь Пинии в Ватикане открыта и доступна для простых смертных. Это кажется странным, но свое название места получило в честь сосновой шишки. Гигантская четырехметровая скульптура была отлита из бронзы еще в первом веке нашей эры. Вот только кто и для чего поставил ее во внутреннем дворе Ватикана? Оказывается, эта шишка раньше находилась на Марсовом поле и была языческим символом плодородия. И, наверное, именно плодородие непосредственно связано с проявлением Бога. Много помыслов людских связано именно с возражаемостью. Наверное, именно из-за этого она была перенесена в Ватикан. Считается, что этот памятник символизирует собой шишковидную железу – эпифис. Отдел среднего мозга, отвечающий за сон и бодрствование. По мнению эзотериков, это и есть так называемый третий глаз – всевидящее око, которое является одним из главных масонских символов. Говорить, что существует некая принципиальная несовместимость между христианством и масонством нельзя. И, конечно, вот эта борьба с масонством, которую осуществляли римские папы, римские кардиналы, она во многом была связана только с теми масонами, которые занимались подрывной деятельностью. Эксперты отмечают, активность понтификов растет год от года. Святой престол больше не хочет довольствоваться лишь духовной властью. Тысячелетия назад папы могли по своему усмотрению отлучать королей от церкви или, наоборот, наделять их неограниченной властью. Возможно, именно к этому Ватикан стремится и сейчас. Ватикан стремится отстаивать свои политические интересы. И последняя история с отставкой одного папы римского и спешным избранием другого папы римского, она была связана с финансовыми махинациями Ватиканского банка. И в политике, в экономике католическая церковь задействована именно как государство, как государственная структура. Но что это за силы? Конспирологи утверждают, ответы надо искать в тайных посланиях самого Ватикана. Причем спрятаны эти знаки у всех на виду. Посох понтифика венчает изогнутый крест. Многие считают его символом неспровергателей Бога, которые пытались уничтожить христианский крест, но смогли его лишь погнуть. Свастику сейчас можно найти на одеждах наших церковных служителей. Можно найти знаки, которые якобы в нашем понимании являются сатанинскими. Это просто знаки силы. А уж как человек будет использовать эту силу во имя Бога или во имя темных сил, это уже его выбор. По словам конспирологов, у Святого Престола своя задача. С одной стороны, Ватикан демонстрирует борьбу за мир во всем мире. С другой, всем известен факт, что во время Второй мировой войны папа лично молился за Германию. Там оказался активно вовлечен и Ватикан, и местное католическое духовенство, в том числе и монастыри, которые давали прибежища, присталища и так далее. И вот многие исследователи писали, поражали, говорят, это очень-то удивительно, что эсэсовцы, то есть военные преступники, они бежали по тем же самым маршрутам, через те же самые монастыри, с помощью тех же самых католических священников, которые до этого спасали евреев, которые бежали из Германии. Конспирологи уверены, в тайном союзе с масонами находится не только Ватикан, но и англиканская церковь. Одним из доказательств эксперты считают недавно прошедший в Лондоне показ мод – черное место. Модели в нарядах с сатанинской символикой дефилировали по подиуму, установленному на алтаре церкви Святого Андрея. Футурологи считают, что будущее автопрома – за электромобилями с функцией автопилота. По их мнению, меньше, чем через 20 лет привычные авто на бензине превратятся в музейные экспонаты и займут почетные места в частных гаражах коллекционеров. Эксперты предполагают, что эра беспилотников начнется уже в 20-м году. Предположительно, первыми на электрические машины без руля перейдут азиатские страны, после чего экоэлектрокары захватят территорию США и Европы. Когда этот тренд завоюет Россию? Кто готов доверить электронике свою жизнь уже сегодня? Роботы, автопилот, искусственный интеллект. Все это уже сегодня ощутимо влияет на нашу жизнь. Но, по мнению некоторых экспертов, более широкое применение беспилотного транспорта намеренно тормозят правительства ведущих стран мира. Главная причина – неопределенность, кто должен нести уголовную ответственность в случае роковой ошибки или сбоя. Пока этот вопрос не решен, никакого перехода на беспилотники не будет. В случае гибели людей кого судить? Разработчиков, программистов, робототехников? Они скажут, вы сами виноваты. Робота судить? А как? Человека можно оштрафовать, лишить свободы. А робота как наказать? Или как наказать программу? Сегодня главная задача разработчиков – создание максимально безопасного беспилотного авто. Например, один из концернов занимается созданием программы, которая позволит машинам общаться между собой и таким образом координировать свои действия во время движения в потоке. Знаменитый автогонщик, чемпион России Олег Кессельман уверен, автопилот необходим именно на безопасных участках с медленным движением. Посмотрите, как многие себя ведут за рулем. Пусть уж лучше автопилоты их заменят, ну, хотя бы в каких-то рутинных случаях, ну, я не знаю, там, вам надо проехать 30 километров, доехать из загородного дома до города. Ну, включи автопилот и уж сиди в своем айфоне, чем ты будешь за рулем это делать. Один из лидеров в производстве беспилотных автомобилей, американская корпорация, создавшая первую машину с функцией автопилота еще в 2010 году, представила свой вариант автомобиля будущего. Без руля, тормозов и педали газа. Просто карета с мотором и компьютером. Полностью автономная система. У автомобиля свыше сотни различных датчиков и целая система камер. Одна распознает сигналы, светофоров и знаки дорожного движения. Другая — объекты вокруг автомобиля. Она видит картинку окрестностей, включая другие автомобили, здания, пешеходов и велосипедистов. Однако, несмотря на мощную компьютеризацию, она не ездит выше 40 километров в час. То есть на такой скорости убиться насмерть очень тяжело. Похожий проект есть и у другого европейского автогиганта. Правда, современному человеку на таких автомобилях некогда кататься. Эти концепты предназначены для стерильных солнечных городов будущего, где никогда не бывает пыли, дыма, тумана, не моросит дождь и не идет снег. Однозначно для беспилотных автомобилей надо более чистые, хорошие дороги. Ну, представляете, как беспилотник себя поведет где-нибудь в российской глубинке, где там асфальт, как после бомбежки. Ну, для него это, наверное, будет странно. То есть ехать с какой скоростью? Километр в час или там 101 километр в час? Однако целиком доверить свою жизнь компьютеру нынешнее поколение людей не сможет никогда. В ходе опросов выяснилось, большинство из нас не захочет садиться в авиалайнер без экипажа под управлением одного лишь компьютера. Несмотря на то, что уже сегодня, во время полета, функция автопилота используется более чем на 60% маршрута. Далее в программе. Проклятие богов! Все суперлайнеры компании «Уайт Стар Лайн» пошли ко дну. Кому удалось пережить крушение Олимпика, Титаника и Британика? И что потопило самое большое судно в Великобритании? На самом деле, потопив Олимпик, вместо Титаника руководство компании просто решило сохранить сверхдорогой лайнер. Матерхорн – гора-убийца. Кого погубил альпийский ледник? И почему исчезновение ее первых покорителей до сих пор остается загадкой? Древние легенды действительно говорили о том, что якобы в ущелье живут духи смерти, которые забирают к себе людей. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. У меня в руках зубная щетка. Именно этого предмета, по признанию британской стюардессы океанских лайнеров Вайлет Джессоп, ей больше всего не хватало после гибели Титаника. Эта уникальная женщина по роковому стечению обстоятельств оказалась на всех трех британских кораблях компании «Уайт Стар Лайн» – Олимпики, Титаники и Британики – в момент их крушения. По воспоминаниям Джессоп, самым страшным испытанием для нее стал британик. Когда корабль шел ко дну, Вайлет оказалась в одной из двух шлюпок, которая затянула подтонущий лайнер. Но женщине повезло, и она смогла выплыть на берег. После гибели Олимпика и Титаника британик три года проходил модернизацию. Однако, несмотря на все усилия, он утонул всего за 55 минут. Но что стало причиной трагедии? Какие тайны открыли знаменитому кусто обломки корабля? И какие факты о шикарном лайнере британское правительство скрывает до сих пор? Олимпик, Титаник, Гигантик – так изначально назывался британик. Три самых шикарных и непотопляемых лайнера английской компании «Уайт Стар Лайн». Первым был спущен на воду Олимпик. Если верить сохранившимся описаниям, его роскошь ослепляла даже миллионеров. Правда, это касалось только пассажиров, путешествовавших первым классом. Если в первом классе, скажем, по метражу, каюта составляла 50 квадратных метров, то класс третий, где просто была одна огромная комната, и в этой комнате располагались все на каких-то нарах. В мире был всего один человек, Вайолет Джессоп или непотопляемая Вайолет, кто сумел оценить убранство всех трех лайнеров. Ей повезло поработать на каждом из кораблей и пережить их крушение. По легенде, именно ее история легла в основу знаменитого фильма Джеймса Кэмерона. Она работала стюардессой в компании. И когда «Олимпик» сняли, то ее перенаправили на другую работу, на новый лайнер «Титаник». В момент его крушения ее спас страх людей перед шлюпками. Чтобы убедить пассажиров, что они безопасны, капитан приказал стюардестам сесть в шлюпку номер 16 и спустить ее на воду. Вайолет пришла в компанию в 1909 году. Тогда «Олимпик» еще только готовился к первому рейсу. Его спустили на воду в июне 1911 года. Через 4 месяца он столкнулся с крейсером «Эйс МС Хоук». Пассажиры не пострадали, но сам лайнер пришел в негодность. Полученная пробоина даже после ремонта не позволяла ставить его на дальние маршруты. «Титаник» стал вторым самым шикарным и самым непотопляемым кораблем Британии. Но некоторые эксперты уверены, он не выходил в злополучный рейс. На самом деле это был все тот же «Олимпик», только изрядно подлатанный. Если корабли были идентичны, то технически заменить один на другой было бы совсем несложно. Поменять местами таблички с названиями судов, да еще предметы интерьера, на которых была нанесена монограмма кораблей, например, столовые приборы. И потом владельцы не отрицали, что во время ремонта установили на «Олимпик» винты от «Титаника». После гибели «Титаника», если таковая и была, новое детище практически разорившейся компании «Гигантик» переименовали в «Британик» и оставили на верфи еще на три года. Катастрофа заставила власти ужесточить требования к безопасности пассажирских судов, и все нововведения пришлось вписать в проект суперсудна. На самом деле, потопив «Олимпик», вместо «Титаника» руководство компании просто решило сохранить сверхдорогой лайнер. Довести его до ума и выпустить под именем «Британик». Он должен был стать еще шикарнее, еще мощнее, еще дороже. По сути, это был их последний шанс на спасение своего бизнеса. Но «Британику» не повезло. Он так и не совершил ни одного коммерческого рейса. В 1915 году корабль был реквизирован за долги адмиралтейством. Он стал самым большим плавучим госпиталем, принимавшим участие в Первой мировой войне. Каюты на верхних палубах превратились в палаты, а обеденный зал и гостиные – в операционные. Судно вмещало 3309 пациентов. Это была Первая мировая война. И тогда еще существовали такие общие понятия гуманизма. И тогда было принято, что если нанесена определенная маркировка, то это судно нельзя останавливать, нельзя обыскивать, ну уж тем более нельзя топить его и прочее. «Британик» должен был стать самым непотопляемым из трех лайнеров. Он мог оставаться на плаву даже с шестью затопленными отсеками. Но почему чудо-корабль ушел под воду меньше, чем за час? 28 октября 1916 года в 8.12 утра «Британик» подорвался на мине. Корабль накренился на правый борт и начал погружаться в воду. Сигналы бедствия были приняты несколькими судами. Во время эвакуации пассажиров две шлюпки затянуло под винты. В одной из них была непотопляемая Вайлетт. Удивительно, но из тех немногих, кому удалось самостоятельно выплать из-под винтов, была Вайлетт. Позже женщина рассказала, что у нее был перелом черепа. Таким сильным был удар. Джессоп стал настоящей звездой. Журналистам она рассказала, что ее спас крепкий череп и шикарные волосы. 21 человек погиб под винтом. Еще 9 на судне. Спаслись 1036 пассажиров. В 9.07 всего через 55 минут британик затонул. По одной из версий лайнер наткнулся на мину отсеком с углем. Взорвалась угольная пыль, проломившая в левом борту слишком большую брешь. Но есть и другое предположение. В 1976 году знаменитый Жак Ив Кусто, основываясь на исследованиях повреждений корпуса, высказал предположение – корабль был затоплен торпедой. Но кто ее выпустил? Уже не было чертежей, где там, что как расположено. А чтобы изучить, как все произошло, надо знать конструкцию, смотреть открытые водонепроницаемые переборки. А сколько было иллюминаторов открыто, через которые вода пошла. Но за эти годы оно лежало как раз на том месте, где взорвалась мина, и все это уже заилилось. Его команда, она во многом исследовала вслепую. И искать достаточно сложно было. Тем более они не раскапывали ничего, а просто исследовали визуально это все дело. Предположение Кусто в 1995 году опроверг другой исследователь морских глубин – Роберт Баллард. Он изучил обломки с помощью гидролокатора и обнаружил остатки минного якоря и его цепи. Но самое удивительное – все водонепроницаемые перегородки отсеков были открыты. Если бы капитан вовремя отдал команду закрыть эти двери, то корабль бы мог продержаться на воде еще очень долго. А возможно, даже самостоятельно добраться до порта, несмотря на пробой. Что помешало экипажу задраить отсеки, неизвестно. Ряд экспертов предполагает – это был результат паники. Команда попросту растерялась. Конспирологи же уверяют – капитан намеренно шел на мину и дал кораблю затонуть. Таково было его задание. Пущенный на дно британик должен был спровоцировать американцев вступить в войну и стать союзниками Англии. Российские альпинисты из Чечни совершат восхождение на гору-убийцу – альпийскую вершину Матерхорн. Своё название Пик получил из-за печальной статистики смертей среди скалолазов. С момента покорения здесь попрощались с жизнью больше 500 человек. Первыми жертвами стали четверо из семи членов экспедиции Эдварда Уимпера. Они погибли во время спуска в 1865 году. Но что произошло? И почему исследователи до сих пор считают их смерть загадкой? Что показало расследование самого таинственного инцидента в истории покорения горных вершин? Место, наводящее страх и ужас даже на опытных альпинистов. Матерхорн. Высота этой горы в Пенинских Альпах на границе Швейцарии и Италии – 4478 метров. А её форма напоминает четырёхстороннюю пирамиду с очень крутыми, практически вертикальными стенами. И каждый год при восхождениях здесь погибают десятки скалолазов. Матерхорн – очень красивая гора. Это чрезвычайная пирамида, которая смотрится фантастически красиво. И поэтому она манит к себе людей. Но грибневые маршруты, которые относительно как бы доступны, они очень сильно разрушены. То есть высокой степень камнеопасности. И более сложные как бы пути на неё тоже небезопасны. Швейцарский геолог Араз Бенедикт де Сассюр ещё в конце 18 века заявил, восхождение на Матерхорн невозможно. С тех пор эта гора долгое время считалась неприступной, пока четверо смельчаков из Англии не дерзнули бросить вызов вершине. Как любая гора, особенно с достаточно серьёзными категориями и сложностями восхождения, она снимает свою жатву покойников. То есть тех людей, которые хотят взойти на эту гору, и там остаются. Как сказал в своё время Гастон-Ребюфа, я думаю, у каждого альпиниста есть масса причин, по которым им надо взойти на Матерхорн. Но самая главная причина – это взойти на Матерхорн. И таких людей много. 13 июля 1865 года группа альпинистов в составе Эдуарда Уимпера, лорда Фрэнсиса Дугласа, Чарльза Хадсона, Дугласа Роберта Хэдоу и проводников Мишеля Кро и двух Петров Таугвальдеров, отца и сына, вышла из швейцарского горного курорта Цермот, чтобы взойти на Матерхорн по гребню Хёрнли. Они спешили. С противоположной стороны горы в это же время стартовали их конкуренты из Италии. На следующий день Уимпер и Кро одновременно ступили на вершину Матерхорна. Они не нашли следов соперников, и чтобы первенство не вызывало сомнений, оставили на пике пирамиду из камней. Затем альпинисты приступили к спуску. Первым в связке шел Мишель Кро, за ним Хэдоу, Хадсон, Дуглас, Таугвальдер-старший, Уимпер и Таугвальдер-младший. Позже альпинисты вспоминали. Им казалось, обратный путь станет легче подъема. Но все было наоборот. Часто происходят трагедии на спуске именно из-за камней опасности. Потому что обеспечивать безопасность трудно. Когда человек движется к цели, он как бы настроен на это. Он напрягается и так далее. Когда человек достиг цели, он психологически расслабляется. Представляет, ну все, я сделал это. А силы уже в основном истрачены. Это правило не любят произносить вслух. Но его знают все альпинисты. Если смерть одного или двух позволит спасти остальных, веревку необходимо обрезать. 16 июля была организована спасательная операция. Тела Кро, Хэдоу и Хадсона обнаружили на леднике Матерхорн в тысячи метрах от места падения. Дугласа среди них не было. Нашли только пряжку от ремня. Мать альпиниста, маркиза Куинсбери и другие высокопоставленные родственники просили продолжить его поиски. Однако настоятель местной церкви запретил жителям участвовать в этом мероприятии. По официальной версии, во избежание новых жертв. Но только ли поэтому? Древние легенды действительно говорили о том, что якобы в ущелье живут духи смерти, которые забирают к себе людей. И все это идет аж за римских времен, с тех моментов, когда еще первые римские патриции вместе со своими людьми проходили перевал Теудул, который как раз соединяет северную и южную часть Моторхорба. Кто их устраивает, того они вознаграждают. Кто не устраивает, с тем заканчивается плохо. Уфологи относят это место к территориям появления НЛО. По их словам, над вершиной часто фиксируют странные огни. А шум, который, по словам некоторых альпинистов, действительно можно услышать на горе, якобы звуки, издаваемые инопланетными гостями. Часто происходят случаи, иногда необъяснимые. Понимаете, где-то интуиция сработала, где-то какие-то проросли события, которые трудно объяснить. Грозовые разряды, которые при чистом небе, например, бывает такое, что чистое небо, вдруг электризация, и человек поднял ледоруб, и молнию ударила в ледоруб, и человек погиб. Сейчас подняться на Маторхорн проще, чем сто лет назад. На особенно трудных участках вбиты скальные крючи и натянуты страховочные веревки. Но до сих пор это место имеет дурную славу. Альпийский проводник-профессионал Герман Перре, живший у подножья Маторхорна в городке Цермот, пообещал, что поднимется на гору 150 раз. Он сорвался в пропасть и разбился в 68 лет, во время 142-го восхождения. По словам его близких, мужчина был одержим этим пиком. Он утверждал, там есть нечто загадочное, то, что не укладывается в сознании обычного человека. В монгольской пустыне Гоби обнаружили останки рептилии размером с самолет. Неизвестного ранее птерозавра-гиганта по шейным позвонкам реконструировали британские палеонтологи. По их словам, животное проживало здесь примерно 70 миллионов лет назад. Эту территорию уфологи называют одной из самых загадочных зон планеты. А по рассказам местных жителей, здесь живет 15-метровый монстр. Кто на самом деле обитает в пустыне? И почему аборигены боятся этих земель? В одной из глубочайших шахт мира, в золотом руднике Беатрикс-Вьюар, на глубине трех километров, ученые обнаружили уникальных живых существ. По мнению исследователей, именно эти круглые черви длиной всего около миллиметра помогут разгадать одну из загадок пустыни Гоби. Именно там, по легендам, обитает самый хищный червь на планете – Алгой-Хархой. Считается, что этот червь нереально для больших размеров и относится к реликтовым животным, сохранившимся еще с доисторических времен. И помимо своих размеров и зубов, он еще обладает удивительной особенностью. Он, по легенде, плюется каким-то страшным ядом, который убивает все лошадь, он только может попасть. Песчаного монстра часто сравнивают с ядовитой многоножкой, убивающей своих жертв облаком синильной кислоты или с плюющейся коброй, которая поражает врагов выстрелом яда в глаза. Однако монголы утверждают – Алгой-Хархой убивает всех, кто попадается ему на пути электрическим разрядом. Если это будет 50 вольт, 600 вольт, 1000 вольт, конечно. Если лошадь можно убить, то человека тем более можно убить, конечно. То есть такие животные очень опасны. Появились свидетели, которые утверждали, что видели в пустыне шевелящийся песок, из которого прорывались маленькие молнии. Неужели электрический червь действительно существует? Все животные, которые обладают нервной тканью и мышечной тканью, они так или иначе используют электричество, потому что нервная система работает на электрических импульсах, но существуют организмы, которые используют электричество в каких-то еще дополнительных целях. К примеру, для ориентации в пространстве. Но среди электрических животных нет ни одного сухопутного. Все живут в воде. Ученые не верили в существование Алгой-Хархоя до тех пор, пока не обнаружили глубокоземных червей в ЮАР. До сих пор непонятно, как многоклеточные организмы могли бы оказаться на такой глубине. То есть раньше считалось, что на такой глубине живут только бактерии. Полное отсутствие света, естественно. Очень небольшое содержание кислорода. То есть если мы сравним, сколько кислорода в воздухе, которым мы дышим, и сколько кислорода там, то это составляет всего лишь 1%. Но самое удивительное – они способны накапливать статическое электричество. По сути, найденные учеными черви – это младшие братья монгольского Алгой-Хархоя. Не исключено, что его никто никогда не видел, потому что он живет глубже, чем принято считать. Но таинственный червь – далеко не единственное загадочное существо в пустыне Гоби. Еще в 1934 году в монастыре Барун один из паломников обратил внимание на странную шкуру, приколоченную к потолку храма. Это остатки того живого существа, который тоже ходил на двух ногах. Ну, снежный человек, как сейчас называют. Можно сказать так. Потому что эти существа могли жить не только в горах, но и на средней полосе находятся следы. И даже есть сообщение, что они до сих пор живы, в небольшом количестве. То есть это, ну, можно сказать, ответвление от развития, общего развития человека. Исследовать место, где, по словам монахов, когда-то жили алмасты, приехали антропологи из Китая. Им удалось найти останки человекоподобного существа с хорошо сохранившейся кистью. К сожалению, сейчас от этой удивительной находки остались одни только фотографии. Дело в том, что исследователи передали это в музей Филадельфии, откуда все эти артефакты куда-то исчезли. Во время Второй мировой войны кости человекоподобного существа были утеряны. И ученые так и не смогли установить, к какой эволюционной ветви оно принадлежало. По мнению ряда исследователей, сегодня Гоби – одно из немногих мест в мире, где все еще возможно найти останки неизвестных науке созданий. США могли уничтожить Кубу. В рассекреченных архивах Кеннеди исследователи нашли документы, подтверждающие. Американцы планировали использовать химическое и биологическое оружие на острове Свободы. Какую цель преследовали Штаты, и что помешало их планам? И в чем заключалась секретная миссия Пентагона «Айви Беллс». Это Рональд Пелтон. Ему 76 лет. Из них 30 он провел в американской тюрьме. В 1986 году ему вынесли приговор. Три пожизненных срока за шпионаж в пользу СССР. Но что должен был сделать человек, чтобы получить столь суровое наказание? В январе 1980 года в советское посольство в США обратился американский гражданин. Неизвестный представился Рональдом Пелтоном, уволенным сотрудником Агентства национальной безопасности. Он заявил, что всего за 35 тысяч долларов готов продать русским сверхсекретную информацию. Рональд Пелтон был уволен из Агентства национальной безопасности США ввиду того, что не прошел проверку на полиграфе. Он пытался обмануть то, что не употреблял наркотики, но все было выявлено. Был уволен, после этого жизнь пошла по наклонной. Начал пить, ушла жена, кредиты росли, задолжал дом, и он, в общем-то, оказался в безвыходной ситуации. За спасение из финансовой ямы Пелтон обещал рассказать все, что знал о перехвате Пентагоном секретных переговоров советского военного командования. В течение следующих пяти лет Пелтон исправно узнавал необходимые сведения от бывших коллег. Но о какой информации шла речь? По дну Охотского моря был проложен сверхсекретный кабель, который обеспечивал постоянную оперативную связь между флотилией атомных подводных лодок на Камчатке, Магаданом и штабом Тихоокеанского флота во Владивостоке. Информация, которая, в общем-то, шла, она касалась, конечно, всех видов жизнедеятельности наших атомных подводных лодок на Камчатке. Именно эти данные перехватывали американцы. Но каким образом им удалось найти секретный кабель? Разумеется, что американцы догадывались, что такой кабель подводный существует. Но, конечно, найти его до дни Охотского моря, это что, иголку в стоге сена. И совершенно случайно стало от Пентона известно, что в начале 70-х годов американцы случайно совершенно по слабому электромагнитному излучению сумели, в общем-то, вычислить местонахождение этого кабеля. Узнав, где проходит кабель, американцы решились на дерзкую операцию под кодовым названием «Айви Беллс» – «Цветы плюща». В Пентагоне разработали уникальный глубоководный аппарат. В нем находилось 60 миниатюрных магнитофонов и плутониевый источник питания. По сути, атомный мини-реактор. Этот аппарат, он получил название «Кокона». Он впервые, его вообще заметили еще в 80-м году, потом в 81-м году. И с помощью этого аппарата они, конечно, ну, в частности, американцы, они снимали информацию, которая проходила через этот кабель. Этот «Кокон» позволял снимать информацию с кабеля, не нарушая его целостности. Правда, устройство не могло передавать данные дистанционно. Все переговоры просто фиксировались. Раз в месяц американцы извлекали записи и устанавливали новые магнитофонные ленты. Они попытались любым способом овладеть информацией, которая проходит через этот кабель. Это оперативная информация закрытого типа была. Мы считали, что она может быть совершенно недоступна для нашего противника. Когда Пелтон сообщил о прослушке, СССР начал поиски «Кокона». Долгое время устройство не могли обнаружить. Оно нашлось случайно. В августе 81-го года связь прекратилась по кабелю. И было предположение, что это рыбаки задели своими тралами, потому что район достаточно промысловый. Когда начали проверять кабель, выбирать, не сработал вот этот механизм захвата, который должен был отцепиться почему-то тоже. Американцев техника подвела. И «Кокон» был извлечен. После этого его отправили, конечно, в Москву. Тем не менее, некоторые эксперты считают, что версия о повреждении кабеля была специально запущенной дезинформацией. В СССР не хотели, чтобы Пелтон попал под подозрение. Однако агенту это не помогло. Американцы все равно его вычислили. Пелтоном тоже произошла такая история. Никаких серьезных доказательств в его измене не было у американцев. Но там тоже работали профессионалы, которые сумели его морально сломать. И объявив ему о том, что в случае, если он сам сознается и раскается, то ему замеет электрический стул на пожизненное заключение. Суд над Пелтоном длился всего неделю. Его приговорили к 30 годам тюремного заключения. В 2013-м, когда ему оставалось отсидеть два года, Рональда перевели под домашний арест. 24 ноября 2015-го впервые за долгое время 74-летний Рональд Пелтон вышел из дома в супермаркет. Андре Мороа говорил, самые лучшие оракулы изъяснялись загадками. Давайте их разгадывать вместе. С вами был Олег Шишкин, и вы смотрели программу «Загадки человечества». Субтитры создавал DimaTorzok